То ли еда на них так повлияла здешняя, там, гамбургеры и, не знаю, еще что-то, да? Нету риса и прочего-прочего. То ли они просто КВ-щик много переиграли, или, там, не знаю, американские папчики, от которых у нас пукан у всех горил, там, у всех КВ, я знаю. То есть, они реально стали играть Burning Plus 4, вот именно вот как, ну, вот тот стиль, из которого ДК выбрались после третьего Инта. И пока что мы видим, этот стиль недостаточно эффективен, потому что другие команды, когда тебе нужно законтролить всего одного героя, они с этим справляются. Ну и в итоге две победы. Две победы, которые выиграли у нас, ребята. Сейчас мы видим, что Na'Vi и S прогрессировали, причем прогрессировали очень сильно. Из пиков, которые у них были, вот, ну, именно два агрессивных саппорта Ромера, они перешли в жадного лесника. Это Энигма, больше ориентируясь на лейт. И в итоге Na'Vi S сейчас понимает, что вместо того, чтобы идти и давить противника, который может защититься, да, как мы видели, защититься можно, даже если у вас там 15 тысяч преимуществ и так далее, то лучше выходить в лейт. Причем, такой жесткий лейт, ну, и Энигма, я могу сказать, что это суровище лейт в этой игре. И ДК ответили лечом сразу. Показывают, что блокколл они будут. Блокколл им будет, чем сбивать. Ну, тут есть Dreamcoil, есть лично. Ну, понятно, что по БКБ работает только первый чайник, это понятно. Na'Vi и S. Забирают себе Энигму, Shadow Shaman и Elder Titan. Это такая, на самом деле, вот, контра на контре, да, у Na'Vi и S. Na'Vi забирают Энигму, тебе сразу отвечает лечом. Ну, морфа, не знаю, почему морф, но ладно, пусть он будет. И Na'Vi и S сразу берут Elder Titan, герой, который лучше всех контрит морфлинга. Помним мы все такие турниры, как ESL, где Артизи убивал морфа с одного удара на мортретке, потому что иллюзия, у морфа 0 армора, там 1000 хп, и привет. И в результате, пока что Na'Vi и S серьезно выходит в лейд, и вот интересен выход от ДК, потому что сейчас ДК, ну, разве что какой-то второй супер-пупер керри, сможет, само сможет пристегаться. Хватит, два керри это уже много. Ну, потому что сейчас реально у ДК встряли, очень сильно встряли, а Na'Vi и S понимают, что когда ДК играют в атаку, то они играют в какую-то не свою доту, но когда ДК играют в защиту, то им как бы легко, да, мы видели, что легко. Могу даже проанализировать, вот что легко, да, вот ДК сидели в прошлой игре, и все было нормально, то есть, но буквально вот два мува, первая Naga иллюзия завязала не вовремя и ушла, а вторая просто команда не выдержала и вышла, и все, и игра проиграна, то есть, как бы, мягко говоря, сидеть на хайграунде ДК любят, и вот Алхимик, он поможет им сидеть на хайграунде. Не Алхимик, это тот самый герой, который, ты говоришь, потенциально может стать очень сильным керрием. Да, суппорт, который очень сильный может стать лейтгеймером, потому что ты вроде бы, ну, тучку ты кидаешь на любой стадии, бить вначале сложно, потому что ты милишник, да еще и нигма в пике, то есть, это, ну, вообще не к добру. А вот в лейтгейме, саппорт, который в любой момент сможет пойти зафармить пару патчек грибов под своей монеткой, он очень много сможет набрать. И Na'Vi и US начинают дальше контрить ДК, просто контр на контре берут шейкера. Замес у Natus Vincere лютый, и вот мне очень нравится пик Natus Vincere. Они пикают вот это вот часто, четыре кастера и кэри, и вот эти пики мне нравятся, потому что реально у тебя происходит демедж-экшен на ранней стадии. Ну, и у ДК что-то похожего рода уже начинается. Резерв, тейлер. Я бы еще сюда Na'Vi Дарксира толкнул, чтобы... Дарксира для камбу, да, и лучше Титана Кэри, пусть руки идет бьет. Ты будешь смеяться, но я бы толкнул Na'Vi и US Нагу Сирену, потому что пока тяжело с ней бороться для команды ДК. Еще более-менее смотрится Спектра, ну, потому что она такой убер-кэри, который может спасать ситуацию. Потому что сейчас для Na'Vi и US они могут понимать, что их пиком тяжело пушить, но, во-первых, удобно забирать Рошана, а во-вторых, нужен товарищ, который быстро бегает, быстро бьет, прыгает, прыгает и бьет. Да, быстро бегает, прыгает и бьет, но прыгает он один раз, бьет он, он как бьет, как Мелин, то есть у него МС маленький, ну, короче, у него маленький ДПС, вот все, что могу сказать. Сларк он на разгон. Если ты сможешь разогнаться, то ты реально убьешься, но это не так просто. И ДК, я прошу заметить, они тоже со мной согласны, они тоже бандят. Самого сильного, самого, нет, наверное, самого веселого героя в Доте, самого интересного героя в Доте. Завтра приду футболки с Нагой. Не, в секрет шопе пойду, куплю футболку со Снагой и Сиреной. И буду комментировать в ней ДРАГ, ГРАНД ИНТЕРНЕШНОЛ. Жесть. И куплю автору развертник, подпишу нага из-за врага. Ну, в общем, сейчас, в общем, ДК поняли, что нужно бандить у Беркерри, они его забанили. Это Нага Сирена, которым ходила хорошо. Но с NAV и ЕСТ в пике еще полно количества сильных керри. То есть, во-первых, керри может выступать Шекер. Шекер, если он одевается и нету сильных станов, он бьет нормально со своего таберма. Там это бревно, оно нормально вваливает. Койка нам уже показывал, а во-вторых, можно видеть какую-нибудь СФ, которую уже брали на ВИЕС, потому что СФ, 6 лотов, у него, ну, хорошие обилки, чтобы разбивать. Ну, еще и плюс-минус армор, да, куча коллозор Титану отлично заезжает. Пассивочку прокачал, ничего щелкать не надо, все бегают, все с минус армором, просто наваливает с руки, очень много дэмэджа. И ДК забирают Тимберсоу. Да, Тимбер, кстати, очень хороший вариант по двум причинам. Во-первых, его тяжело напрягать, если у вас там... ...энигма лесная, потому что один саппорт, он как бы, ну, ему тяжело с этой задачей справляется. Во-вторых, если будет жадный Кэрри, то он, на самом деле, может быть, может с каким-то личом этого шадоу-шамана с плюс-один героем и похоронить на легкой линии. Ну и в-третьих, уже есть два милишника, это Шекер и Титан, и уже пилит он нормально, то есть... ...гол пугнул! Ну, я не рискнул бы, я бы взял что-то, то, что бьет с руки, с Рэнджа, или Спектра, с антимагом. Вот один из двух героев. Сейчас мы глянем. Фантом-лансер не катит, джиггернаут можно для агрессии, для давления. Снайпера можно взять, но Морфлинг его убивает. Вот, из всего того, что есть, по-моему, СФ, там, как-нибудь, Фантом-ассасинга, СФ, это такие самые крутые варианты. Можно еще вивер взять. А вивер, кстати, тоже бы неплохо зашел с минус армара, потому что его нечем ловить. Вивер, пожалуйста, ну, просто один стан, но такой жесткий, это стан алхимика, и все. Нормально, у Navi и US очень крутой пик, и у DK очень крутой пик. Обе команды молодцы. ТФК. Лост одобряет. На качество ставлю. Хороший пик у вас и вас, молодцы, можете покатать? А то можно было сразу решить, кто выиграл. ББГГ. Ну, я подобные мысли, возможно, напишу в блоге и все остальное, что я вообще думаю, про многое, но пока мы будем радоваться, что у нас мужики, мужчины, кстати, все смотрят на правую, у Natus Vincere, а вот у Navi, у DK, все смотрят в разные стороны. Чувствуется, что Navi и Natus Vincere, они едины в своих пиках, да, в то время как у DK как-то уже там. Они только сейчас своих ребят раскатали, так что приподнятое настроение, наверное. Ну и вообще они эволюционировали, да, потому что у нас Navi и US просто теперь ферст пикает Enigma в каждой игре, что похвально. ГЛХФ пишет, Фогет. Что ж, немного по составам. Муши, команда DK, Lanem, муж играет на паке, Lanem, Алхимик, Айсайсай, Стимберсоу, Бёрнинг, Морфлинг, ММА играет на Личе. Команда Navi US, Бракс, Элдор Титан, Корг играет на Шейкере, Фогет, Шадоу Шаман, 1-4-37, Энигма и Снэйкинг, Вивер. Посмотрим, что будет. Морфу, да, который бьет тебя с рэнджа, харассит и так далее. Ну, а Тимберс, Личом, они и Виверус с этим мозг очень сильно могут убить, поэтому, возможно, на Вивер сейчас свищнет лайны. Да, у нас Шейкер, интересно, кто куда идет. Прям, угадай, кто куда идет вообще. Куда и куда пойду. Да, кто куда пойду. Ну, и Нигма, понятное дело, сожрет Крипа в Медле. В Медле, кто будет стоять, я пока действительно не понимаю, неужто Энигма отправится в Мид? Нет, в Мид, скорее всего, пойдет Раста. По-моему, Шейкер должен входить в Мид, но Шейкер не идет. Да, в Мид, походу, никто у нас не идет вообще. Пустая линия на центре. Нет, Корок, Корок. Ну, посмотри, где Крипы уже находятся. Корок заблочил, да, он молодец, но Крипы уже пришли в центр. То есть, и Морфингу это, на самом деле, огромное преимущество, потому что Морфинг сделал идеальный блок, но чуть-чуть. Посмотри, как он обманул Морфа, он обманул Берлинга. Сейчас весь лайн столкнется, и... Берлинг не добил двух крипов на фрифарме. Оп, оп, оп. Добил хорошо этого, хорошо. Ты чувствуешь, какой Корок жесткий? Он уже переиграл Берлинга тем, что не пришел на линию. Берлинг такого просто не ожидал. Ну да, ты ждешь, чтобы в Миде оппонента. Думаю, сейчас у меня будет сильная встреча, а раз оппонента нет. По-моему, просто чувствует, что Корок его из оппонента не считает, и вообще забил на Берлинга, и говорит, фарми на своего Морфя, я пойду. Поважнее дела сделаю. Крипов уйду с оффлейна. Ну, кстати, нормально все сделал. Тортитан теперь спокойно стоит, получает экспу под вышкой. Все у него великолепно. Что на Изилейне? Снейк Кинг на Вивере. Стоит Фогет на отводах на Шато Шамане. Здесь, правда, подблочил Тимберсоул в своей иллюзии. Спаун. Он может забирать, там, либо под ботлом, либо под фиссурой. Ну, и то же самое, допустим, сверху с Тимбером. То есть, Тимберсоул та же тяжка, как и Шейкера. Единственное, вот, жадная Энигма. Энигма жадная, она забирает в лесу чуть больше, чем забирает пак с алхимиком на своей легкой линии. Да, Энигма в лесу чувствует себя великолепно. Не знаю, будет ли это быстрый Мек, или сначала это будет Дайгер. Руну Инвиза забирает алхимик, и, возможно, будет попытка загангать. Есть Станг, есть Облачко. Да, идут у нас к Шейкеру, и, скорее всего, инфа у нас прошла. Дабл Вард. Корок у нас все прекрасно видел. Стоит, играется с Ланемом, очень играется с Ланемом. Корок осторожно, потому что Ланем приобретает позицию, может вообще за елочкой спрятаться и оттуда выбежать. Но все равно это проще. Это минус. Да. Прирж Вард забирает Ланем. Вард стоял, все, что я могу сказать. У Корока, ну, увы, увы я. Да, хорошая реализация. Все-таки в этот раз у Ланема пошло, потому что в предыдущей игры он не особо получалось. У него вот это гангать, роумить и так далее. Его там постоянно ждали какие-то неудачи. Сейчас ничего, все нормально. Начало. Фирст Блад забирает на AVUS. Ну, кого ты поставишь лэти по такой игре? Я не знаю, как поведут себя на AVUS сейчас вот с появлением либо быстрой эмеки, либо дайгера у Энигмы. Если они пойдут играть очень агрессивно и через Black Hole по кулдауну и так далее, пойдут сносить ТВРА, забирать Рошанов, тогда у на AVUS есть неплохие шансы. Если они останутся фармить, то, понятное дело, Morph, Алхимик сделают свое дело. Ну, я могу сказать свое еще вето, что есть Энигма и Элдор Титан. Элдор Титан тоже сделает свое дело. И тут уже скорее больше вопрос в том, как много нафармит у нас Энигма и Вивер. Потому что если Энигма нафармит каким-то образом 6 слотов, из которых будет Линка, БКБ, Аганим и Рефрешер, то Morph'а она просто уже в соло будет там почти убивать под иллюзию Элдор Титана. А сбивать Лич не собьет ультой, разве что не будет рефреша Лича. То есть тут очень ровно все. Но Рошана забирать удобно. Есть Лича Душамана. Рошан может под убиска. Есть Лидолончики. И ты чувствуешь себя замечательно. Сейчас одна и вторая команда будет отжирать до крит массы, чтобы один керри мог прогонять другого. И вот, как правило, кто это сделает? Ланэм, минус армор, тычечка. Это минус Ланэм. Ударь тычечку, сбей реген. Нет. Зачем? Зачем? Не мешай брак сурегеницей. Ну и Снейкинг продолжает фармить. Топ по крипам. Топ в крип статус у нас у Энигмы 28 на 1. 25 у Морфа. 23 у Вивера. 22 у Муши на паке. 11 у Корока в миде. Да, мид Корок проигрывает очень сильно по крип стату. Очень прям сильно. И надо что-то с этим делать. Сэмпайр, LGD. Да, LGD у нас ТСМеры тоже эволюционировали. Тоже у них Энигма в пике. И, в общем-то, Энигма постепенно врывается в игру. Энигма, Шейкер. Знакомая, знакомая связь. Да, в общем, сейчас мы видим то, что все команды постепенно начинают делать выбор в более активную доту для того, чтобы ты мог захватить мап контрол. Если ты захватишь мап контрол и не дашь противнику выйти из базы под каким-то предлогом, то все. Потом ты просто забираешь всю карту. И, как правило, с хорошим пиком ты через часик или через два часика на хайграунд ты спокойно зайдешь и кого надо убьешь. Поэтому пока что у нас все ровно. Сверху у нас очень хороший, кстати, вард стоит у Тимбер. Вот помнишь, я говорил, да, что сильно решает варды, вот когда ты именно не можешь выйти в лес и так далее. И вот сверху, сверху, сверху. Корок, Медле, погибает. Бернинг получает хекс. Будет ли сетка? Сетки нет. Энигма, Малифейс. Есть все-таки сетка. Достали, минус армор пошел. И у Бернинга большие проблемы. Вот они тратят этот Блэк Холл по кулдауну. Можно было, кстати, и Лича, по-моему, зацепить, если бы чуть выше поставить. Но вот решил 100% забирать Марфа. Да, вот именно об этом я говорил, то, что Блэк Холл должен тратиться по кулдауну. Да, он большой, этот кулдаун. Фракс. Пак. Дримкоил. Я не знаю, что он здесь остался, на самом деле. И зачем вообще миличным было подходить к вышке. Бэканул. Просто неожиданно. Не сюда убегает алхильник с бочкой в тебя. Нет, это понятно, но что-то... Так, у Айсэсэйс сейчас обращу и проблемы. Малифейс. Где Малифейс? Вот он, Малифейс. И Айсэйсэйс, наверное, может погибнуть. На хостейник мы не догнать. Еще тычечка. Приложился. Корот приложился. Очень какая-то агрессивная игра от Нави Уэс. Мне это определенно нравится. Ребята бегают. Ребята бегают всеми возможными героями. И по карте наводят шухеру. Дикей не получается стоять, так как они любят. И Муши забирает. Еще и Бракса проблемы. Чайник проглотил и текает. Такое. Четыре-три. Дикей впереди. Да, если гибнуть на пикнаве, то им вообще, в общем, вообще ничего не надо, кроме какая-то айтера умирая. Ну и там, БКБ-шки на ними. Остальные три героя дали рассказ, а ты можешь смело умирать. В то время как у ДК, у них огромный херес. Ну, им очень нужна эта патка на кимбе, чтобы помочь кастовываться. Нужна алхимику, там, знаешь, в будущем, там, сделать план Б. Там, Тарасочка и прочее, прочее. Ну, главная задумка их, это морфинг. Это, понятное дело, тут у меня спарима. В первую очередь, ему нужны любые айтемы, выживаемость, я не знаю, линка, там, БКБ, что он там будет собирать. Смотри, нави завардели, завардели верхний лес, они сбили тот вард, который мог защищать у нас. Куарак выходит, отрезает айсайса, должен улетать, есть сеточка, есть екс, держи минус армор, есть вот сетка, еще один стан и минус айсайса. И как сильно решает вот этот вард, который палил движуху, вроде бы он пропал буквально на секунду, но нави и вес его убивают. Саппорты нави и вес делают просто потрясающие вещи. Они убивают, они бегают, ну, именно, они сбивают варды там, где это необходимо, и при этом приходит нужный момент. И вот снова Блэкхолл через минуту. Энигма все здорово сделала, она вышла и его потратила, через минуту она сможет его опять потратить. Потому что вот это хранить Блэкхолл до конца игры, это решение мне не нравится. Куарак, стан, дримкойл, отличный, по-двоим запрыгивает, как же много дэмэджа от айсайса, диском допиливает расту. Шейкер, ультимейт, айсайсайс, может погибнуть, вивер его догрызает, надо бежать отсюда снаекинку, погибает, это про смен 1 в 3, вышка выстоит, ну, не очень удачная трака для нави и вес. Далеко от вардов, варды были поставлены на тавр. Еще и Бракс погибает на ботами под айсид спрейм. Да, пока ДК у нас катает на скле команду нави и вес, то есть у нас нави и вес поставили варды под тавр, и в итоге варды и драки вообще не принимали участие. Стоя не в замесе и били, скорее всего, тимбр бы уехал вообще сразу. Да, он бы не успел забрать расту диском на 100%, потому что погиб бы раньше. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Тут, ой-ой-ой, вивер покупает Мидас. Да, вот хоть из-за того, что он, ну, делает жадный Мидас и не купил себе ПТ-чику или какие-то еще статы, там, стик и остальное, он сейчас умер, поэтому. Уже можно сказать, что Мидаса он повлиял на эту игру слегка. Да, потому что сейчас не будет лишнего мувспида, не будет лишней атаки у вивера, выживаемости, хп стов не прибавляет. Нет, потому что он уже разок умер, потому что он там был практически, ну, на минимуме, почти выживал. Ну и пока план ДК работает вообще идеально. Мор стоит в сейв-позиции снизу, и забрать, ну, пока что забрать днем без смока или блиндаггера, шаду-шамана нереально. Тимбер стоит сверху и слишком портит жизнь виверу, у которого вообще нет регена. То есть у вивера есть вот такие артефакты, да, но без регена два нюка и все, и вивер красный. Это огромная проблема. И вот единственное, что хорошо, то что у нави очень сильно фармит Энигмы. Энигма по крипстату вырывается на первое место среди нави и эс, и это огромная заявочка, потому что с мекой можно, ну, наворачивать свои файты. Хорошая раскачка. Взять монолифайс на единичку, это очень умно, потому что... Ну, вторую же. Нет, точнее, вот это, вот это, да, потому что 4%, и это много за единицу в качке. У нас тут в будущее очень многие даже, ну, Энигмы, которые играют, они понимают, что если... Вот у нас сверху движуха. Ну, через Black Hole хотят забрать его, а если сейчас еще немного поглубже зайдет. Он чувствует, он понимает, что вообще... Но он уже перечувствовал немного, сейчас пойдет Black Hole. Да, Black Hole и Ice 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 минус. Блестящий играет, ну, 14-17. И сейчас ставится варды и забирается вышка. Без вардов можно забрать, потому что... Хотя, да, тут инигмяты есть, инигмяты. У меня вся команда ДК рядом, варды лучше используют на файт, потому что сейчас это критическая задача. Вот, забрали спокойно тавры, и спокойно можно расходить. Ну, инигмы, грубо говоря, есть уже Мека. Да, и теперь надо идти дальше. Есть еще много ТВ, в центре забрать тяжело, но есть снизу. Снизу у нас Берлинг, подходит Шаду Шаман, ТП, что у нас Шейкер. Берлинг убегает. Ну, пока Даггера нет. Но Даггер еще долго. Фогиду придется потерпеть. Такие инициации он не может проворачивать. Ну, что здесь есть? Бракс. 800 золота. Тоже, скорее всего, Даггер будет. Хотя, не факт. Что-то Мека уже есть у инигмы. Местный кинг приобретает себе ПТ. ПТ на интеллект. Так, здесь кого-то цепляют. Минус. Минус роста. И Ланэм сейчас может спустить. Спускает в Корока. Надо расходиться отсюда. Морфинг тем временем забирает вышку. Да, ДиКей сейчас очень так вот потихонечку-потихонечку откусывают. УДКС секретное оружие. Это алхимик. Ну, на самом деле, это очень крутое оружие здесь. Потому что, если не будет вардов, и он будет один спереди, то в него придется кидать свои скиллы. Там, июзи Титана, и своего шейкера, и он может танковать. Ну, если чей-нибудь ничего купит себе на хп, возьмут икс пулю. Потому что остальным героям ни в коем случае умирать нельзя. И что Пак, что Эмбер, что Лич. Точнее, что Морфинг нужно давать свой ДПС драки. А они это смогут делать только если будут выживать. Ну и Навиас прекрасно понимает силу своего рассказа. Заходит на Рошана. Узкий проход. Очень неудобно драться Тимберу здесь, потому что... То есть, улетит то наверх. Да, улетит наверх, или будет слева. В общем-то, легко контролить. И в итоге они этого Рошана забирают. А ДК понимают, что драться здесь нереально. Ну, только чайник лечать здесь может очень много... Да, есть такое, но именно тяжело подойти. Потому что, если посмотреть на пик на Авиэс, у них такая даже дистанционная убийца. Шейкер Тиссура. Все это под иллюзией Элдор Титана. Выходит Шаман дает молнию. И это уже в районе там 900 демеджа. То есть, нужно если выходить ДК, то только со смоков в спину. Или куда-то. У нас подходят на центр. Сейчас хотят реализовать Аигис. ДК сразу убегают. ДК бёрнинг вниз, АСС наверх. Пошли активно сплит пушить. Ну, ты смотри, на Авиэс-то все сдущие. Так вот все подкичуть, подчичуть, но рвут. Хотя, блин, что-то по XP и по голде ДК. ДК у нас сильно в перевесе идут. Ну, да, нетворс. Ну, не особо. 2000 это, конечно, круто. Потому, а, по XP 4000. Да, нетворс, да. Рефарм-барнинг, да. Блллит. А, Лис спокойно уходит. Вот сюда еще дальше иллюзия, и Лис спокойно умрет. Врываются на центр. Подходит у нас Тимбер, и также за ним врываются. Врывается и начинает бить товар. Подходит у нас один брак. Снизу тем временем врывается Бивер и Нигма, и тут нужно нападать. Ланэм просто побежал без Тана. Очень интересный вариант. Дублых холл, 7 секунд. Да, он так напугал и Нигму, говорит, иди отсюда. Иди отсюда, сказал. А что она ему сделает, когда он под Реггеном? Не ушли. И на самом деле смешно, что они ушли. В итоге. И Нигма идет, вот, Нигма отступает, но отступает лучше вражеский лес. Если уж ты с ливером, так ты хотя бы его зафармишь по пути. Потому что, так он вообще ничего не фармит. А фарм сильная штука. Медалька появляется у... Алхимика. Неплохой артефакт. Подвесит спреем, медалька и это... Ты уже делаешь минус десяточку. Накручиваешь как надо. Кому-то виверу это обязательно... Махается, махается там с Беном. Просто Бен с руки у нас прогоняет Бернинга, показывая, кто тут настоящий Кэрри. Да, кстати, Бен нормальный. Нормальный себе слот купил. Он купил себе ПТ-чку. Бен поход понимает, что... Ну, ждать БКБ Линкин это долго, да, с Бенком? И лучше, если уж делать, убрать просто статы. Так, не получилось зацепить. Хотели зацепить Лича Слипом, но не пошло. Вышка еле живая. Ее надо добивать. Добивать ее можно чем угодно. Ворды лучше не ставить. Не знаю, по мне только ошибочно. Сейчас, наверное, будет фортифичный. Нет, нет. Отдают вышку, отдают ее Шейкеру. У Шейкера через семь сотен будет Дайгер. Это важный момент достаточно, потому что он сможет запрыгивать и инициировать себя всяких Личей и не только. Да, некоторые Шейкеры у нас в Солом и Кэрри убивали, когда одевались там подоедалось. И чувствовали себя нормально. Не, на самом деле, если пройдет крит после Ничан Тотема, там нормально прилетает плюс. Это иллюзия Элдер Титана, да? Да. Можно как Артизи оформить морфу. Ваншот, ванкил. Ну и все успокоилось. Сейчас решают ворды. Ворды от Нави ее спалят пока только руны. В общем-то, им, по-моему, больше ничего особо не надо. А у ДК вообще вортов нет. ДК просто бегают два героя наверх, один герой вниз и загадывает кого-то очень переживать. Один Шадоу Шаман, вот блин, так смотришь на пике, почему-то всегда один Шадоу Шаман способен спасти ситуацию. Все команды берут этого героя и он потеет за всех в плане контроля. В результате... Как-то просто для ДК становится, да? Сверху бегает пак, снизу бегает морф и... И вообще пофиг. Корак. Вот, не считая шейкера. Фиссурина. Где минус армор? Пошел минус армор. Есть вижн, заправить пак, отличный дремко по двоим. Снайкинг, большие проблемы, нужно провести таймлапс, провести таймлапс. Корак выживает, кончается... Ну, проблему у СССССР, что вылетели не врубить лес и лететь. Врубить лес и лететь, у нас хочет улететь АСССР, не хватает, а не выкидает МОНФАССР, минус АСССР. Почти. Почти улетел. Агрессивно, очень агрессивно у нас выступают. Ну, товарищи. Ну, и у Бракса потихонечку форста форисовывается. Стан. Хороший выбор форстафа. Морф, запрыгнул, Бракса проблемы. Ставится в Орде. Бёрнинг. Пошел чайник. Ну, тут чайником слишком больно, он не переживает. Сразу всю эту шкуку. Еще борозда прошла. Это мало дамеджа. Снайкинг. Барабанчики. Интересный выбор на вивера. Что ты ему скажешь? Мне нравится. Мне нравится? Нет. Я хотел дизолятор. Дизолятор? Ну да, потому что у него есть аквила. У него сейчас будет барабанчик Мидасы. Ну, с большой вероятностью он их очень скоро будет выкидывать. Нави и ЕС разделяются. Вот если посмотреть на пик, Шейк, Элдор, Титан, Энигма, это, ну, в приоритете это все, конечно же, так вот 5 на 5 бывает. В результате у нас каждый герой, ну, бегает по своей воле, и ДК этим отлично пользуются, потому что они разделились так 2 по 2. Это вот, ну, любимая связочка многих команд, что ты сверху и снизу устраиваешь экшен. Мидле. Цепляют. Фогет. Проблемы. Минус армор. Пак. Лизорио арпа. Мека пошла. Муши цепанут Лин, на жуков нет маны. Муши цепляют Шейкер, Фиссурина. Минус Муши. Все, двоечка не сработала. Двоечка не сработала. Реализация на двоечку. Слишком наглый выход под товар. Улетаем. Сплитаем дальше. Сплитаем дальше, вот в этой игре очень интересен айтембилд Бернинга, потому что тут уже думаешь, что вот как раз вот такой антизерлблейд и прочие артефакты, которые дают вот не статы, а прочие плюшки, они будут очень эффективны. Там, потому что Дод Титан, это вам не шуточки. На стопах минус 25, да, минус 30 арморов. И делай ты с ним, делай ты с ним что хочешь. Ну да, действительно, по минус армору платить очень приятно. Нужна убийца. Нужна убийца ДК, который будет как киллера охотиться за этим Молдор Титану, но убивать его или заставлять иллюзию обратно низять, потому что это, ну, приоритет номер один. Понимаешь, вот эту иллюзию. Там какой-нибудь пак с Дагоном 5 из Орлбэд Хексом и бегает Тайкенвассом постоянно. Ну или отсосяясь на Тиндере. ДК спокойно, ну, спокойно переходит в свое русло. Продолжаем набирать эксп, ну, и сплитая потихоньку. Что отсосяясь сверху, что тут бёрдинг по центру. Ну и нигме, пора реализовывать бэкл. Нет блинка. Нет блинка, ну, пешочком, пешочком. Пешочком очень тяжело. Есть пак с блинком, да, и против пак с блинком, да, и против пак с блинком, это, ну, вообще нереально пешочком. Что-то сделать. Хворак. Вот сейчас, вот сейчас, давайте. Ребятам... Нет, Бен у нас агрет на себя. В общем, на Ави и УС очень тяжело начать драку. Мы так смотрим, да, реально, у тебя одна фиссура и все. И Шаду Шаман без блинка, и вот, и Белико без блинка. В итоге, ДК их держат на расстоянии, откидываются там, тучка алхимика, тимберпак, и они дальше продолжают выфармливать. То есть, если сейчас глянуть на графики, ну, пока все ровно. Пока у нас на Ави и УС даже чуть-чуть возвращается. И вот она, наращивание военной мощи. Сейчас своего рода идет холодная война между Ави и УС и ДК, да, между восточной нацией и между западной нацией, как в былые времена. После 45-го. Властицкий, все, пошел в историю, в историю. Ну, пока, пока, да, пока у нас затишье. У нас очень хотят сделать ганги, у нас очень хочет сделать вот экшен мужа, ну, лучше всего за мужа смотреть, потому что он реально вот ищет. Но мужа, у него мало хп, во-первых, во-вторых, тяжело ему одному что-то сделать, ему нужна помощь. А из помощи может быть только тимбер, но тимбер, он наверху, да, вот такой, знаешь, мгновенный. То есть, прыгает пак, и нужно, чтобы кто-то еще прыгнул. Прыгнуть может морф, но он фармит. А химик, он не прыгнет, как мы видели, да, если что-то не нападает, то они умирают. Поэтому пак пока что себя не реализует. Пак, он просто бегает, а если пак просто бегает и выходит игра в лейт, то он так себе. БКБ он не пробивает. Ну да, ему нужны хиксы, ему нужны всякие. Помощь, помощь нужна. Вообще, было бы идеально какой-нибудь ластиры, чтобы в нем было. Вот тогда пак бы сейчас шикарно чувствовал. Слушай, Кунигма собирает пайп. Да, потому что Бен делает другой старт. Прыгает шейкер, врывается у нас на Майя, Майя у нас загулял, лич у нас минус. Ланем бегает со Старом, сейчас останет сам себя. И вот отличная инициация. Ноу. Это уже там Майя у нас потанковал нормально. Не, он много вся лич впитал на самом деле. Старладовский сет. И нави, сделая ее минус, начинает перетягиваться. Учитывая то, что они видели, как Алхимик был в центре, можно идти давить, пока нет этой тучки. Без тучки реально очень легко бомбить. Потому что крипы не переагриваются. Есть ТП, Бернинг, спильдинку. Вливается у нас ММА, кидает у нас там Шадоу Шамана. Подходит у нас Бернинг, думает, может мы что-то сделаем. Да нет, ничего мы не сделаем. А нет, мы что-то сделаем. Давай, Бернинг, идет. Идет у нас за Шадоу Шамана, врывается муши. Стоят варды, стоят варды, отличные варды. Врывается Бернинг, убивает Шамана. И там нормально все зажаты. Ланема надо принимать. Где Блэк Холл? Блэк Холл в двоих отличный. И тут же чайником сбивается. Ланем отстреливается. Ну, проблемы здесь уникмы, не было маны под вардами. Нету вивера, шейкер, по-моему, без ульта, и поэтому драка для на АВС была... Провальный. Да, не самое лучшее. Ну и вивер был далеко. Каждая вивер сверху без стп. То есть, а, не стп. Стп, если он повесил, кстати, там жуков и подамаживал, может быть, что-то и получилось бы. Но... Вообще, конечно, что-то делаешь, что-то получается. Да, я абсолютно не прав. Потому что... Энигма, я не знаю, ну, конечно, Корок. Энигма, пока я могу сказать, что вот почему она вот так Блэк Холл дает, потому что Лич всегда собьет юльт. Поэтому Бен, он понимает эту вещь, и он пакуется в статы, которые просто усилил его в замесе. Тут у нас пак пока развлекается с Короком, с Биллом Блинк Даггер, у пака, который с Блинк Даггер, можно прикрыть, вот, и шейкер убежал. И Энигма лучше вообще не стараться ставить Блэк Холл, потому что ты как бы подходишь, центр драки, просто в толпу, и тебя спреют. Уж лучше стой сзади и сбей с руки. Это достойный вариант. Или пакуй БКБшку с Линкеном, вот тогда будет нормально. Ну, пока пакует Пайп, пока Пайп, да, по стилю Купееву убирает он. У нас Купеев будет так против Тинкеров играть. Я Энигма, да, попробуй убей меня. Кидай все косты, и когда уж ты все кинешь, я тебя убью. Если брать, ну, драку без чайника и без Блэк Холла, то, в общем-то, ну, более-менее, то есть, более-менее ровно. А если Лички нет чайника, или ты дойдешь до Лича, или твоя команда убьет Лича, например, Вивер, задача которого постоянно охотиться, то... нас 437 вжарят. Как надо. Что это, наверное, Рошан будет? Да. Вот только и не гнят запонуть. ДК у нас снова сплит, ДК вообще понимает, очень хорошо смотришь за ДК, и понимают суть, что такое сплит пуш. Именно сплит пуш, они исполняют качество, при этом гонгируя постоянно что-то. Тут нас Бернику ходит вверх, остальная команда сейчас находится в центре, возможно, думаю, что есть Рошан, но... Не, только сейчас пак чека у Эльзори Арбой, ребята были в Смаке, поэтому он уверен, что нарушений никого нет. Подожди, подожди, вот сейчас новое. Лититарба, у них нет Блэкхолл, это на самом деле огромный шанс для ДК, сделать что-то. Выходит у нас эта толпа, они выходят сами в Смаке, выходит Айс Айс Айс, неудобно Айс Айс Айс, все, нет деревьев. Пак, неплохой Дрим Койл. Мека и 1437, очень много дэмэджа. Пошел чайник, чайник минус 2. Да, потрясающие инициации от ДК успели. Минус Корок. Попытается, конечно, уйти. Гонится у нас за Короком, минус Армор, вырывается у нас Смаке, Смаке нужно бежать, потому что здесь им будет очень больно. Ни в коем случае нельзя поймать Саленс от Пака, Смаке у нас пролубает ДХБ, начинает укусить Пака, Пак у нас Фэшлифт, Пак у нас убегает. Гонится у нас там дальше за Шадошамана, но Шадошаман также убегает, и в итоге... Минус 3. В итоге, на самом деле, делится легким испугом. Забрал, какой молодец, да. Забрал Морша, так что... Ну, правда, Рошана забирает тем временем Дикей, Берлинг забирает себе, а Егис тут же у него появляется Зерия, Уша, Долблейд, У Алхимика, и... Все печально становится очень. И 11 двухсонов уже Уэйс Айс Айс Айс. Да, прекрасно сплитывает у нас ДК. Ну и Нави ИС они... Нагловато, ребята. Да, без Блэк Хоуа там трудно было. Да и не дали бы к Санэк Блэк Хоуу там, Сайленс, 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 Чайник и все. Так, теперь что мы видим? То, что Морф у нас спаковался в Линка из Реллблейд. Это огромная победа над Вивером, потому что Вивер у нас спаковался в БКБ Мидаса Барабаны. То есть теперь, если будет война сплитпуша, то Морфлинг, который встретит Вивер, у Морфа там очень много статов, да? Там где-то плюс, походу, 60 ловкости и всего остального. А у Вивера только Барабанщики и БКБ-щики, которые дают мало приостам. В результате Морфлинг он в любой точке карты прогонит с Нейкинга. А это на самом деле очень печально, когда идет такая война. И пока у нас ДК лидирует, лидирует, на самом деле они уже довольно сильно. Очень сильно, да? Вот сейчас после Рошана, после драки на Рошане и забранного Рошана, они поднялись к плотнику. Да, вот теперь вот ДК, что ни скажу, но они молодцы. Он на своем пике. Очень много делает ММА, точнее Ланэм. Он бегает с Эдлотаром, сносит все варды, в итоге сейчас у команды на ВИС вижена нет вообще. То есть вот есть один вард по центру, но тут в общем-то игры появились, что здесь происходит. А у ДК хороший вард. Парит движуху в центре, тут видит Энигмы и все остальное. И как только Градник спокойно наблюдает за этим, уходит вниз. Ну а команда ДК уходит наверх. А войска его и поймает. Короку очень тяжело спидпушить. Он шейкер, вот минус карри шейкера, да, в том, что если ты хочешь толкать линии, тебе нужно либо фиссуры издалека, там парочку крипов забрать, либо... В нагу драться, что караете. А вот, не знаю, другие герои, они могут там, ну, ты залегай это делать, но многие там карри нормально там. Ну, даже нагло, например. Он никогда не подойдет и чувствует себя замечательно. Ланэм. Хорошо действует Ланэм, ты посмотри, он бегает в лотаре, ждет, он чувствует, что кто-то-то придет сюда, сразу видит движуху, подходит за ним Муши, идет иллюзия Лдор Титана, и Нави издумает, что пак здесь один, а алхимик палит, ее и, смотри, сразу кидает стан. Бракс, фиссуренный, отрезали, поможет ли Муши, Муши запрыгивает, будет ли Dreamcoil, даггера нет, еще 5 секунд, выходит сюда, айсайсайсайс, повесили жуков, Снэйкинг, первый дэмэдж мимо, пошел, зерил, еле живой, прожимает БКБ, текать, таймлапсы нет, Dreamcoil, цепанули, есть Blackhaw, если что, не хочет вставать, получает Министан, минус-минус, ультимейт, лдер титан, накидан ни на что, гонится у нас дальше, мор за все команды, у Нави с огромной проблемой, попасть их ультами, в эту, ну в эту мобильную движуху, нереально, Тимбер прыгает, пак прыгает, летает, морф прыгает, бегает, и в итоге, у нас шейкер, с лдер титаном, просто стоит и плачет, ну когда, нереально, нереально что-то сделать, ну, хорошая, хорошая прям такая, мобильность, они еще двигаются, нормально так, сплитывают, сплитывают, в итоге, подходишь к тауэру, вивер без БКБ, вообще посмотрел я на вивер, как его, чуть не убил, это, печально, это очень сильно, да, и вот теперь шанс для короков, айсайсайс, вырубает все леса, готовит себе платформу, для прыжков туда-сюда, корок у нас, или возможно для врыва, корок у нас стоит на месте, и хочет прыгать, но Бернинг стоит совсем один, а, это далеко не то, и пошел Ланэм, Ланэм идет, стан, ну это минус унигван, и Бену конец, да, Бену конец, его начает добивать, врывается корок, ну и уходит, ой-ой-ой, корок, ультанин, напоследок, чайник, нет, корок у нас умер, бёрнинг, дропает аегис, но это специально, и кингстан получает, сейчас кончается таймлапс, точнее есть таймлапс, вот он его сделал, кончится БКБ, ему разобьют лицо, ему БКБ развивает лицо, и, 60 секунд нет вьюера, есть ли байбэк, байбэк, наверное, должен быть, да, есть байбэк, придется его делать, потому что ребята будут разваливать, нужно шейкер, без шейкера здесь вообще нереально, разбить эту движуху, морлинг настолько жирный, у морлинга 23 плюс 14 армора, то есть это вообще полная попа, его вообще никто не пробивает, да, так если посмотреть, гем у алхимика, поэтому бивер сейчас уязвим, в масс-файтах очень сильно, дальше закреплять преимущество для команды ДК, свою миссию, в общем-то, они сделали, тавер забрали, вот еще можно вард кинуть, но вард они не чекнули, поставили новый вард, свежий, который будет валить, движуха, хотя, который очень тяжело найти, далеко стоит, если ходишь вот так, то обычно ты его не палишь, там, с кемом или сентрением, а поверху, ну, поверху ты, ну, поверху, ты вверху, ты вверху, ты вверху, ты вверху, ты вверху, ты вверху, ты рады, что вот понизу, и в итоге ДК все дальше, и дальше впереди, ты взаимопаки, можно сказать, хороший, хороший выбор, ну, именно для лайнинга, ты стоишь на легкой, выбиваешь кого, хорошо ласкетишь, а потом вырываешься, щелкают на Энигму, не знаю, что ждут, Дорошана еще очень долго, либо группируются, чтобы сейчас устроить какой-то врыв, байдят на Айс Айс Айс, Айс 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 спокойно танкует, понятное дело, у него там армора на стакана, ХП нормально с бутстоуном, и совсем скоро появится БКБ, на Айс Айс понимает, что нужно что-то с этим сделать, и найти Лича, вот это, наверное, самый важный персонаж сейчас в этой катке, нужно найти Лича и убить его сразу, вот стоят по центру, так беспаливая Юнюки на розочку, будучи находясь в маке, и в очередной раз Бернику, у нас в центре, целую убивает базу, некому махаться с Берником один на один, то есть у нас Морф стоит, Морф стоит Риот, иллюзии, ну, кидать его у Юнюки, это не то, и в итоге он просто, просто убьет, бывает, ну, да, на Ивишке, да, Вивер из-за того, что он просто имел, не тот фарм, ему сейчас очень довело, потому что думаешь, какой-то линьке, чтобы могла облочить эти спилы, от Морфинга, у нас Вивер 17, Морфинга 17, общий нетворс, ну, да, чуть-чуть Морф перефармил, всего лишь на, на 5000, всего лишь на 31 минуте на 5000, ну, и вот появляется БКБ у Тимберсоу, теперь он вообще без проблем там будет летать, контролить его абсолютно нечем, кроме как Блэкхоллом, и главное, лечу или паку вовремя оказаться с Дримкойлом, нужно что-то сделать на Виве срочно, кардинальное, что-то дикое и непредсказуемое, давай, Витя-то, да, я не знаю, что-то, Блэкхолл в пятерых, жуки, шейкер, Раста с вардами, прокатит? да, прокатит, окей, осталось собрать в кучу команды детей, и заставить их постоять, секунду три, чтобы он прицелился, для Бракса, чтобы он собрал их кучу, прикормить чем-то, прикормить, я не знаю, Браксом, курицы можно, курицы, нет, курицы быстро, Рейнджон, Браксом, Браксом прикормить, закинуть Браксы, пусть кушать, состояние на реке в игре, команды смотрят друг на друга, Морфинг у нас, потихонечку, вообще, по-моему, просто ждут Рошана, да, Вивер делает хороший выбор, дезолятор, самый, самый вообще, так это понятно, дезолятор, мы ему советовали еще до барабанов, да, самый бонус деммаж для этого героя на ранней стадии, и в итоге просто, запрыгивает, айсайсайс, Бракс, приходится ходить на порт сайфик, получает хекс, ну, а че толку-то, он просто отходит, Снейкинг начинает его жрать, сжимает БКБ, Снейкинг тоже в БКБ, Муши, забрал тем временем Шейкера, одного Рассказ-то уже нет, Ланэм сбивает Жуков, и тайсайсайс, и, ну, и все, как бы, Шейкера нет 40 секунд, теперь себя ДК великолепно будут чувствовать, ой-ёй-ёй-ёй, Муши, с дабл дэмэджем забирает еще и раз, продолжение драки, Вивер, айсайсайс, вот сейчас ДК потратили чайник, нужно Бэна что-то сделать, Бэна, ультуй на Муши, давай, давай, нет, Бэна, три полкила от Муши, проблему с Нейкинга, еще тачка от Пака, ультра килл от Муши, минус вышка, могут идти на С3, могут идти на Рошана, как захотят, решают идти на Т3, БКБ есть у Марфа, 40 секунд не будет Энигмы, 50 секунд не будет Вивера, фортификация, но это не спасет ситуацию, запрыгивает Пак, убил всех крипов, и мы уходим в сторону мап-контроля, ну, уходим, это как, знаешь, в Тирстоне есть такие игроки, которые контролят только доску, рассчитывая, что в один момент они просто нанесут сокрушительный удар лицо, и вот здесь уже сам из ДК, они контролят всю карту, до того момента, пока они просто за один заход не снесут вообще всю базу, вместе с троном, и в итоге это нормально, что продаст Аквилу, да, минус Аквилу, плюс Аегис для Бёрнинга, у Муши все великолепно, есть Хекс, есть Цир, Пака убить сейчас достаточно трудно будет, с таким количеством, хотя контроль это нормально у Нави, Блэкова в последнее время особо мы не видели, и я думаю мы их не увидим, без Бэкинг Бара дать Блэков такую ситуацию, это что-то на грани фантастики, а БКБ здесь не предвидится, Муши у нас справляется со своей задачей, он стабильно находит Титана, или кого-то еще и убивает, у нас такой Муши ниндзя, Бёрнинг у нас занимается своим делом, Бёрнинг по всей карте, БКБ-шечка, нормально кстати, ну да, теперь Алхимика вообще не убить под ультимейтом, там не хватит физдэмэджа, чтобы сбить им ригген, теперь суппорта Алхимика, вышел кэри шейкер и еще и на парах, и все движутся у нас к логическому кольцу, пока Нави просто выглядит беспомощным, виверу снизу больно, очередной проказ от морфа, и нужно бежать, с чем у нас вивер с Дакинг Баром, ССС вообще развлекается, а СССу, блин, 15 блустоунов и сыр, отдал сыр ему муши, все правильно, здесь 2000 хп, 1300 маны, побольше восстановить цирды, и убить их сейчас, если теперь труднее, здесь только заблэкхоловать, или прессануть, вот в этот момент, Ковин классно решает лич, Ларти Титан, открывается, в Старху вытукнули, Ларти Титан, который кидает иллюзию, он режет почти весь армор, наоборот, для того, что здесь речь, он фактически весь этот армор устанавливает, и вся твоя команда имеет девяточку армора, то есть пик речел, на самом деле, в этой игре просто шедеврален, и вот все делает, и никому, по-моему, ни один Блэкхроник остановил, да, в Тимфайте? Не, ну сейчас, в последнее время, нет, он пытался, там, у чайник сразу прилетел, ой, здесь кого-то цепанули, минусный кинг, да, нужно сныкинга натравить, налича, чтобы лич не давал свои чайники, сныкинга нету байбэка, 64 секунды, поэтому мы его уже никуда не натравим, надо подождать, надо подождать? Да, надо подождать, мы ждем, всякая розочка, всякая жесткая розочка, вот многие, ну, думают о чьей-нибудь, мы так стали пикать, вот оцените этот тренж, то есть, и это 7% дэмэджа в секунду, то есть, если вы хотите защищаться на хайграунде, то вот, пожалуйста, эта розочка начинает сжечь, причем многие задроты, которые, особенно китайские, которые, вот, особенно восточные, восточные, плотные ребята, они розочку максят вместо стану, и просто выигрывают тимфайл, вообще нереально зайти, у какой-нибудь алхимика, да, который сейчас начнет танковать, но даже, даже он зашел, даже он зашел, и просто начал бежать, чтоб дотягивать время до вивера, вивера сейчас резница, преимущество такое, знаешь, небольшое, заходить еще рано, заходить еще очень рано, кто бы не уже здесь, тут не спешит, три минуты до конца Аегиса, я не знаю, Марфа, на самом деле, с Эзериум, отстаиваем линкой, БКБ, Аегисом, достаточно трудно остановить на хайграунде, я слышу об этом, ну, я слышал, что Элдер Титан, может, может, под проказ, под проказ Шейкера, со своим проказом, он будет очень горд, судя по статье Марфа и Элдер Титана, по-моему, это Морф останавливает, он Элдер Титана постоянно, где-то на хайграунде, свистаясь, просто миллион денег, миллион армора, миллион маны, смотри, представь, Энигма, тебе с розочки, делает, где-то там, вот, 4 секунды, минус 28% хп, Элдер Титан тебе делает минус 33% хп, то есть, сколько бы не было слотов у Бернинга, все равно проценты, проценты, они делают свое дело, и ты ничего не можешь с этим делать. А они сейчас дождусь, когда у него появится сатаник, вот и все. Все, и проценты резко... Они как 33, 18, но в одна тычка и плюс 100, все. ГГББ, ези катка, ха-ха. Дожидается постепенно, да, а сутки временем, импайр, параллельно матч, фактически, борются насмерть с Лжедита, но Лжедит здесь слишком сильно уже доминирует. А наши ребята вчера-вчера думали-думали, и в итоге сами себе что-то напридумывали там. Каждая игра 5 новых героев. Но у нас пока у нас пока все тихо. Все ребята ждут Аегис. ДК грамотно поджимают, делая, в общем-то, пуш одновременно с двух сторон. И для Нави ЕС ни в коем случае нельзя ждать вот именно Аегиса на Морфе или на чем-то там. Так, запрыгивают. Минус Лич, мгновенно. Это хорошо, значит, можно кастануть в Блэк Холл. Где Блэк Холл? Заходят, начинает кастовать. Нет, начинает. Они без Блэк Холл нормально развалили. Через 15 секунд. Но тем временем на бот. Блэк Холл не имеют все эти структуры, фортифика, просто как я. Просто эти резины. Наш пол, пол вышка на Блэк Холл, это нормально в такой ситуации. Нет, ну, кик Длэк Холл, этот уже резнулся, потому что у него Блэк Холл Лич появится. Пак, Пак, погибает. Бернинг, минус один. Будет ли Блэк Холл? Пока Блэк Холл нет. У Бернинга Аегис, он прожимает БКВ, начинает наворачивать. просто с руки от Тайс Айс Айс Айс. 77 секунд не будет его, Байбэка у него нет, 192 золота не хватает. У Бернинга до сих пор есть Аегис, он может спокойно заваливаться на Хайграунд, там нет фортификации, единственное, что может спасти, это качественный Блэк Холл, но нет Даггера. А, нет, Даггер есть, врут, какой я лгун, по губам, не по губам. Теперь можно врываться, на самом деле, потому что есть листь, который сбивает ультимейт, но леча-то можно заблэкхолить и смыть за этот блэкхол, как ни крути, и будет, и будет отлично. Видишь, ДК, на самом деле, сейчас настолько напуганны после этих разменов, что они обязательно будут ждать нового Рошана, без него они вообще никуда не пойдут, потому что у Найвеб есть хороший прокаст, очень хороший. Есть БКБ-щики, но если вас застанет Шекер с 1000 рейнджа, то БКБ-щик вам не поможет и придется навестить своих старых друзей пошел, Монта Стайл, который сейчас будет розочку, пошла, смотри, розочку убивает, чувствуешь? Тут Шекер тоже нормально чувствуешь розочку. Эднигма, Эднигма, дальше побеждает. У нас это теорийно пока Эгэ изничтожают весь Эгейминг, причем так довольно уверенно. Эгэ очень нехороши. Эгэ вообще очень хороши. У них прям командная игра на высоком уровне. когда видишь пики Эгэ, ты просто не понимаешь что контить, что банить, потому что каждая игра это новые герои, новые герои. Нет, вот вчера Эгэ играли одним тем же. Разор? Пока не забанят, вот сейчас мы видим Темплар Ассасин, Сенкинг, Фурион, где-то таких героев видел. Ну таких, да, первооткрыватели. Сенкинг. Муж у нас засаде, ждут когда кто-то выйдет. Все-таки комбинация на бург. Они байтят на бёрнингом, просто вот. Вот ждут, когда кто-то подойдет к бёрнингом. Я бы не сказал, что они байтят. Лич в центре, сверху тимбер, они простоят. Они простоят и перефармливают, делают все четко графики, растут вверх, вот тут ланэм. Ланэм понимает, что это нави ее сбайтит на вивера, потому что тут все в смоке. Иллюзия, блин, вот иллюзия. Нужно одна иллюзия вивер в лицо. Слегка разговаривает. Силу за лицо прям вивера. Удк очень хороший от спам, хорошо зажимать. Тимбер кидает свою пилу там с тысячи ранжей, в итоге крипы умирают по себе. А химик кидает стучку с тысячи ранжей, в общем-то тоже нормально там крипы умирают. Ну и пока крипы умирают, ты идешь в 5 леса. 25, да, ты поверь, это не рекорд. 30! По xp. В ДК поставят много рекордов или кто там еще по количеству перевеса голды в этих играх. Ривер и совсем скоро появится Тарасочка. Тимберсом. Интересно, как доте можно будет дать экономический мод, знаешь, что ты сентяной фармишь там на 50 тысяч голды больше, то ты победил. Такая, значит, экономическая победа. Слышишь, ты прикалываешься? Алхимик, ферст пик, 5 медасов и пошли накидывать. ты убиваешь их, когда из тебя 5 медасов, ты их убиваешь и уже ты их перефармливаешь, то есть кто его знает. Я надеюсь, что этого не будет. Я просто иногда просто, понимаешь, иногда стороны, вот, не знаю, как цивилизация, ты понимаешь, что ты не можешь убить оппонента, а он не может убить тебя, да? И тогда есть другие пути победы, допустим, экономическая, дипломатическая и прочее. Отлично же будет. Нет, пусть они трон друг друга ломают. Лица, трон и так далее. Может, пока столовый трон очень дело. Марфу нужно что-то на статы. На статы по хпшке. Он с кадди может себе сейчас купить. Просто пойти и купить с кадди. Да, потому что вот столько хп сносит с прокаста. Еще травла может себе взять. Не надо купить с кадди. Травла покупаешь травла птф потом шарик потом второй шарик потом покупаешь себе один большой шарик и показываешь его противникам. Рошан издается. Бедный Рошан Сейчас сейчас доказалось очень четко. зажали. Еще бы в такой игре купить травла и просто кому-то еще забирать весь свой лес потому что на вес все равно не выходит а выходить 5 на 5 они боятся понимаешь не на вес собираются подраться я так понимаю нарушение АДК не собирается ДК иду дальше зажимать на вес так дальше над нервами ехают Рошан появился его прочекали АДК оказывается не пошли и вот еще один Тор и шаман Shadow Шаман у нас на страже порядка каждый раз ковид иллюзии хекс ему хекс больше хекса запрыгнул проблемы надо кастовать Black Hole Black Hole кастовать не хочу не хочу хекс бегает Эзерил минус ставится варды Snake King отличный фиссура шейкер цикует развал Timber Soul Мортлинг погибает 90 секунд его не будет будет ли байбэк есть байбэк летает чайник чайник забирает здесь расту ММА спасается бегством под армором ему трудно виверу пробивать несмотря на то что он с дезолятором в итоге потеряли Энигму который не установил Black Hole и расту который поставил варды но забрали Морфлинга и Timber Soul Timber Soul появится очень быстро он с Тараской и у него 8 Блотстоунов поэтому ресница шустренько ну а морф уже здесь теперь без байбэка вот этот пацан никуда не сунется дашь с Таэгисом и он купил Тарвел а себе что ребятин махает просто на Бернинга показывает как он его лидит и поддерживает ну сейчас все получилось очень здорово все кастанули в Энигмун Элдер Титан Иллюзия прошла по всем мультимейт по всем в итоге Вивер там быстро кого надо убить Бернинг вообще в атаке просто дрался с нуля мармора как будто он там кентавр да как будто он кентавр ему надо бить пассивкой противника и в итоге он лопнул под замесом ну плюс драка началась не самым лучшим образом для ДК потому что морфлинг был очень далеко пока у нас морфлинг пришел в драку там уже полкоманды отвалилось ну и в итоге на ВИС на ВИС они смотри они реально хороши они используют свои последние возможности используют проценты и Витям проценты то есть проценты Энигмы проценты Элдер Титана всегда будут сильны то есть морфлинг теоретически никогда не пойдет на ХГ потому что процент всегда убьет его в ответ еще Энигма соберет Аганим и будет две розочки ты прям описал на ВИС каких-то менеджеров по кредиту проценты убьют убьют ДК проценты ну пока на самом деле так минус фогет Снейкинг Энигма запрыгнул какой Блэкхол угомонись не в этой катке Нужно дать Блэкхол в Лича Нужно дать Блэкхол в Морфлинг и убить его два раза Смотри убили Шедо Шаман но Шедо Шаман не так страшно ДК понимает что надо сплитить потому что бегать в месте против Олдер Титана не так легко там вся эта иллюзия все эти ауешки и губой в итоге Берлинг у нас приходит наверх Глифа нет начинает бегать врывается Бен ну же Бен давай давай Бен ну твой шанс Ай Вся команда нави бегает по своей базе в это время у нас моклик вернулся вниз нифига себе слушай они замутили начинает бить базу у нас потихонечку падает барак рывается пак хексит каута там давай нигменок давай и пока у нас пак у нас забирает пак у нас минус хорошо давай двое рядом нужно прыгать Бен твой шанс ну давай же мочи прыгай в Лича нет у нас забрали барак Бен Бен хотя прыгни хотя бы в Лича нет Хикса улича давай Бен нет заперт очередной барак идите драться вам падает барак идите вот Бен давай врыв ворок проблема у Бернинга пошел чайник чайник как же больно летает Снэйкинг Фогет Снэйкинг Девайн Сил Бернинга пытается убить есть дроп и его сейчас Сауринг давай попался а он после байбека если что попался Бернинг вот так вот 100 секунд его не будет попался Бен Бен таких не прощает затосал и бараки кстати задефили 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 ну пока нави борется надо бежать я бежал на самом деле опасно бежать за таким тимбером он развернется еще убьет вас всех нафиг а вот залечем залечем нормально лич это мойка я говорит нам Снэйкинг не пошел даже лич убежал я сейчас понял походу что не стоит ему убегать что он зря убегал а что я бегу сейчас кстати у него арты его реально хрен два за фукс ему еще кераса не хватает места сыра и вообще просто секунь его армора много там он еще стакается стакается и вивер по моему его вообще не бьет не ну под элдер титаном и изолятором наверное что-то что-то наносит элдер титан почти ничего не режет тимберу смешной момент да но тимбер элдер титан мало что режет потому что весь армор пить тимбера да он считается как баф который не режется и вот айтемы которые собирает тимбер они тоже как вот баф поэтому тимбер вообще бегает на фул армор и хрену с два ты вивером с бкб его пробьешь интересно то что вивер четвертым слотом купил линкенсферу вот это вот очень интересный восхэт то что аура бернинга работает сейчас нет уже эта работа эта работа аура бернинга что за аура бернинга скажи мне snap Бёрнинг собирает всегда БКБ и Линку, какой бы это ни было герой, нужно защищаться. На морфе это нормально, ты же перекачиваешься. Это и на вивере у Бёрнинга нормально. Да, но он выигрывал, выигрывал на вивере. Выигрывал на вивере. Вот, значит, значит. Всё правильно. Смотри, у Снэйкинга небольшие проблемы. Сайлансы, успеет ли он сделать БКБ? Разворотись, Снэйкинг, давай убирай. Ты, он ничего не наносит вообще, я не знаю, зачем Айсайсай сейчас прожал БКБ, он не потерял ни единицы ХП, после того, как Тивир сделал две тычки. Осторожен. Осторожен? Да, очень осторожен. Не, ах, вот давайте мы прикинем, что ему могли сделать в теории, он не нажимает БКБ. Блэкхол. Блэкхола нет, ещё 50 секунд хорош, я думаю не умею считать. Шейкер с Тотема. Просто Критулю в тысячу. Критулю в тысячу по... Это много надо удалить. И вивер ещё будет бить с руки. А зади шаду шаман ставит варды, Хекс, и Айсайс умирает. Нет. 3 600 хп, нет, не умирает. Нет, 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 4 героя его быстро взорвут, так что... Кстати, лютый парень. Но даже лютый парень должен защищать себя. Ну смотри, как ты, в общем-то и предполагал, да, что Морг у нас... А Айгиса нет, всё... У меня тут есть сыр есть. Пока нет Айгиса, есть сыр. Интересно, как преимущество? Какое же преимущество у ДК? 35 000. Нет, это уже не 35 000, это уже ближе к 40 000, если так посмотреть. Да. И самое смешное, что Na'Vi S ещё умудряется каким-то образом файт выигрывать. Как же тащит Элдер Титан в этой катке, боже ты мой. Наги не хватает. Как же он много делает. Я просто смотрю, у Тубёрника 29 армора, проходит иллюзии, это минус 30 армора. 30 армора! Как он хорош, что ж. Надо посмотреть за ним. Можно нажать на Элдер Титана и вот эта вот моделька, да. Посмотрю, он реально... Кто-то БКБ нажал. Ага, это Айс 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 Айс. А он уже пузит, у него сейчас 4 секундный будет, он сможет его БКД просто. Он купит новое просто. Он догонси купил. Он купит новое БКБ. Ну, он тебя сначала догонси 5 раз. Кого-то находит. Нигма? Нашли его Майя. Нужно ультить прямо сейчас, БКБАр. Нет, не ультит нас, Бен, врывается Морг, фокус у нас. Варды, отличные варды. Мека! Мека! Давай, живи, живи! Нет, Мекку не дал. Увы. Гонится дальше. Гонится за Айс 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 Айс. Айс 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 у нас Майн Сид. Убили Алхимику, он выкупился. Гонится за Айс Айс Айс. Посмотри, посмотри, убивают Айс Айс Айс. Но нет. Тут Муши, врывается Муши и Айс Айс. Теперь уже Айс 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 убивает. Мажет Тимбер Чейном. Бегает Вивер. Ну, слушай, 2 в 2. 2 в 2. 2 в 2. Это кто? Минус Лич? Да, это минус Лич и байбэк бы какой-нибудь замутить сейчас. От Элдер Титана. А смысл? Блэк Холла нет. Элдер Титана, Элдер Титана. Элдер Титана, ладно. Блин, он с Хиксой, но... Вот, вот, хорошо. Розочка, всё. Подходит Эдима. Дает Розочку. И Бернинг остановлен. Бернинг за контр. Посмотри. Ну, а Бернинг иди отсюда. Врывается у нас Алхимику. Как больно с ней гузьмой от БКБ. Врывается из Айсайсайс чувствует здесь себя как вся дома. БКБ уже жмёт просто так ему, наверное, понравилось пугать противника. И... Он живет ФДПС. Он живет ФДПС. Прыгает. Минус Хексит. Прыгает Коррак. Бернинг. Бернинг живёт. Бернинг может на выяве уйти. Он в БКБ начинает наворачивать. Да бей ты просто Коррак это больше у вас руки развалить с Нейкинг с Нейкинг отвалился. А то что сейчас 6 золота за него дали. Фогет держит Айсайсайсайс. Айсайсайса пытается бить, но это очень трудно. Хотя нет смотри, нормально развалили. Он лестница правда 47 секунд. Достаточно долго. Но Барак упал. Милишный Барак упал. Это проблема. Остается одна страна и жив вот этот пацан. Вот этот пацан жив и у нее 9200 на руках. Адмирал Бернинг. Нет. Банкир Бернинг. Банкир Бернинг. в экономической войне он однозначно побеждает на вес ему что-то закупить сейчас ну самая самая четко это бабочка бабочка тараска я не знаю просто бабочка либо тараска продать дерево купить бабочку тараску продать пошел продать и зрел зрел можно его оставить курица ну да оставить с собой прям бах курицу на еще купите догон 5 покупайся кидаешь и зрел дагон 5 даришь прокаст убиваешь одного потом укладываешь курица как насекал цеплять медле это подачи проблему с ней кинг а станкин после байбека bkb сейчас закончится есть vision нет спорта алхимик просто соло у нас уже месяц и ревида и вообще это уже не суппорт алхимик это просто алхимик эволюционировал суппорт которого уже 5 слотов хоть и дешевых и у нас товарищи по центру есть 25 секунд до блоков 25 секунд нет bkb до сих пор у enigma на 55 минуты но лично контент бкв корее блин что-то пожаще надо ленька нужно и врываться вообще с горячая а может рефрешер ну или рефрешер вообще когда ты не можешь убивать то еще как можно зайти потому что огонь и хотя бы дает частоты там хп-шечка и медный пульс да и медный пульс bkb хотя бы там пару раз текнет он и пока что на вес они продолжают защищаться с на кингу постепенно пакуются врывается на берлинга на сосисе сразу на только бои на на развороте нападает стан сбили нку на веру нужны слоты ждут рошана аршан появляется на шанс появляются поют секунду а с алхимик слишком много минус армора делать кираса . плач медаль куда но сейчас медальки нет на самом деле много армора слушаю только один алхимик дает стук армора еще армор леча дает блин вот сейчас цезерила такая плюха залетает просто плюха нормальная жесткая плюха пришел еще может уйму силы перекачать просто он пусть побольше хп на это трудно убивать то что айсайс просто куда он еще укрепок в сверху нас хотели убить бэна бэн сразу съел и талонов не пустил вы здесь слишком много урона у них получается очень крутая комбинация да он звери убьет агоном морфлинг да и за и догон туда 5 можно еще по куда он собрать это будет вообще супер-купер комбинация вот такая добил бараки и тем временем падает хорошо гарнику дело свет кому здесь нужен чтобы выживать от ливера получаясь госты считались нормально снейкинг бкб и побежал так у нас только перевес будет привет у нас уже 40 тысяч голды и 30 тысяч сама надо к в общем-то доходит до критической точки когда уже реально можно противника бросить кошельком там пока не убираю да то есть не знаю вот вы было бы классно этим в доте можно было просто кидать голду на землю чтобы другой не знаю велся на нее и так далее нашли не такого рода дробь до дробь голды и биться за него своего рода замануха нас заходит на базу вырывается на славные видит б на главном станет сам себя и это шанс это огромный шанс такой шанс и такой шанс берлинга захектили правда уйма дэмэджа смотри берлинг поймал но у него у него перекачка сломали 100 секунд не будет тут же байбек бегает ланым вот ланым остановить потруднее берлинг уже здесь есть бкб он понимает что хотят там есть black hole и берлинг особо рисковать наверное не будет потому что еще раз помереть и это будет печально на то чтобы и сай сайс заходил и нагрев внутри 700 хп у нее миллион армора ну вот под розочки он дэмэджи много получает стоит репликей ты просто бьет вышку сейчас выступает в роли главного лаэта команда на вес потому что как бы смешно изучал надевать максимальный дэмэдж смотри на эту тушку да знает вышку остается голые бараки на топе тем временем бараки упали от крипов и единственное что отделяет миг грипов это вот два барака на медле шива ланым начинает наваливать как больно с руки тут часто он полетает минусы нигмы нигмы тут же байбек ставится варды улетает отсюда а сейчас есть неудачные варды они здесь будут просто бесполезно они не помогают драки в медле тут печально все они сейчас просто отойдут зайдут опять через middle pack съесть еще шансу на вес бороться бараки до сих пор стоят про касты есть блэкхолл есть ульта эльдор титаны есть шейкера нет про каста можно просто срочно призывает darksir и магнусу эту компанию в кучу и дать свой блэкхолл первые ждали в этом до эльдор титана или свапнуть вивера не знаю на кого-то из них потому что вивер что-то совсем у него игра не сдалась просто может начинать ломать бараки просто не может быть противника да только подходишь на раньше удара и в тяду попытка спануть бёрнига бёрниг на форстафе уходит шейкер ультанул в пустоту просто это провал и тут муж и ставит отличный дримхойл по-троим ходит шейкер что он может сделать он тотемом но муж и выживает у нее есть еще сыр начинает бёрниг драться уходит отсюда снейкинг снейкинг пошел диск погет уходит на форстафе и просто ломает бараки кроме блэкхола ничего нет бак пракс минус гг 60 минут ровно четко и рады к доставишься осторожно но они не оставили почти ни единого шанса на вес не считая пары файтов переворачивали что поздравляем детей с первой победой на сегодня две игры то они все-таки не туда запустили ну и уходим на я думаю совсем небольшую музыкальную паузу потому что там я думаю команда уже готовы и ждут возможно даже нас минут 10